Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Сегодня наступило лето. Как всегда, по четвергам с вами Наталья Козина. Здравствуйте. Поздравляю, дорогие, с началом лета. Мы его всегда ждем, теплое и солнечное. Хотя, конечно, спасибо ушедшей весне. Она нас нынче порадовала теплыми апрелем и маем. Но, конечно, за исключением кратковременных заморозков, пока цвела черемуха. Весна наградила нас дополнительным бонусом. Главное – уметь замечать вот такие приятные мелочи. Сегодня смело отправляйтесь на берег любого водоема. Прихватите емкость. Напишите на бумаге все свои положительные эмоции. Напишите о планах и мечтах. Упакуйте в бутылку и бросьте в реку. Ведь сегодня день так и называется. День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. Здесь ключевая фраза – хорошие мысли. Все специалисты советуют чаще думать о хорошем, утверждая, что мысли – вполне материальные субстанции. Неведомым способом они, словно бумеранг, возвращаются к тебе обратно. Думай о хорошем, и в ответ получишь тоже хорошее. Сегодня в первый день лета нельзя лениться, а то денег не будет. Именно поэтому люди в этот день работают от рассвета до заката. Грусть 1 июня была под запретом. Иначе, как считали на Руси, лето обидится и зальет всю землю ливнями. Поэтому и рекомендуется в этот день встать как можно раньше, выйти на улицу и улыбнуться солнцем. А что наши предки, какими конкретными делами и результатами, трудясь от рассвета до заката, они ознаменовали этот день, за что мы спустя столетия должны быть им благодарны. Исторический хронограф Здравствуйте. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 1 июня, отмечаются Международный день защиты детей, а также День Северного флота России и День военно-транспортной авиации военно-космических сил России. В разные годы истории 1 июня происходили следующие события. В 1779 году основан город Мариуполь. В 1806 году в Петербурге заложено здание Смольного института. В 1830 году в Петербурге вокруг Спасо-Преображенского собора установлена ограда из трофейных турецких орудий. В 1912 году в этот день в Симбирске состоялось торжественное освящение Богородицы Неаполимовского храма. Этот деревянный храм и по сей день стоит на улице Верхнеполевой в северной части Ульяновска. 1 июня 1933 года в Советском Союзе сформирована Северная военная флотилия с местом базирования в Кольском заливе. Именно поэтому эта дата вошла в историю как День Северного флота России. 1 июня 1936 года открылась первая в СССР Трансконтинентальная авиалиния из Москвы во Владивосток. Одна из самых протяженных в мире. 1 июня 1965 года советскому писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе. А 1 июня 1983 года в Ульяновске создан Музей гражданской авиации. Музейная экспозиция отражает историю гражданской авиации нашей страны со времен ее зарождения до сегодняшних дней и включает в себя более 4000 экспонатов, из которых 730 подлинные образцы. Среди них такие редкие экспонаты, как вертолет Ми-1, самолет Як-112, легендарный ПО-2, первый отечественный пассажирский самолет АК-1, первый в мире цельнометаллический двухмоторный самолет АнТ-4, самолеты Ту-114, Ту-116, Ту-104 и много других удивительных самолетов и вертолетов. Первого июня 1992 года Россия стала членом Международного валютного фонда. Специальный репортаж С вами Наталья Юкозина. Я продолжаю передачу. Сегодня, в День защиты детей, мы, конечно же, будем говорить о детях, о той помощи и заботе, которыми их окружают взрослые. Особенно это касается самой уязвимой категории – детей из малообеспеченных семей, инвалидов, детей-сирот. Три собеседника – Сергей Кучец, Анна Тверского и Ирина Киселева – расскажут про эту заботу. Первый слушаем министра семейно-демографической политики и социального благополучия Анну Тверскову. Она расскажет о летней детской кампании, о традиционной акции, которая начинается именно в этот день, 1 июня «Помоги собраться в школу». Представляете, сколько будущих первоклашек сегодня будут чувствовать себя счастливыми, получив в подарок необходимые для школы предметы. Каким сегодня будет день? Ведь он – настоящий праздник для детей. Слушаем министра Тверского. Наиболее заметные из них будут – это два праздничных мероприятия областного масштаба. В колонном зале правительства состоится торжественная церемония открытия ежегодной областной благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Она продлится в течение всего лета – с 1 июня до 31 августа. Целью акции является оказание помощи семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации при подготовке детей к новому учебному году. В торжественном мероприятии примет участие 27 детей из многодетных семей, малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также семей участников специальной военной операции и семей, находящихся в социально опасном положении. Среди участников также будут дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из подшефного Утугинского района Луганской Народной Республики. А какие подарки получат дети? Ребятам, которые 1 сентября пойдут в первый класс, будут вручены рюкзаки, подарочные наборы первоклассника, а также книги дневниклассного чтения. Всего в акции принят участие за весь летний период 19 713 детей или 100% от общего числа детей из малообеспеченных семей. При этом помощь будет оказана также и тем родителям, которые по каким-либо причинам не могут подтвердить свои доходы, но все равно нуждаются в материальной помощи при подготовке своих детей в школу. А кто они, активные участники акции «Помоги собраться в школу»? Из года в год активное участие в акции принимают руководители исполнительных органов власти, также главы муниципальных образований, депутаты законодательного собрания, представители предприятий, организации малого и среднего бизнеса, банковские структуры и просто жители Ульяновской области. Расскажите про праздник в Барышевском районе в детском интернате «Остров детства». Большой областной детский праздник состоит с 1 июня в детском интернате «Остров детства» в Барышевском районе. В данном мероприятии примут участие более 300 детей, в том числе дети, участники специальной военной операции, дети из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и дети-сироты. Кроме того, в мероприятии также примут участие семьи с детьми-инвалидами из Лутугинского района, которые в период с 30 мая по 18 июня будут проходить социальную реабилитацию в нашем учреждении. Какие тематические площадки сегодня будут работать? В рамках праздничных мероприятий откроется несколько тематических площадок, в том числе историческая, анимационно-развлекательная площадка зоотерапии. Все дети получат памятные призы. Все учреждения социального обслуживания проведут праздничные мероприятия. Что именно пройдет? Во всех учреждениях социального обслуживания будут проходить тематические мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Это порядка 52 мероприятий с охватом участников 2400 человек. В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мероприятия пройдут согласно режиму дня и планов воспитательной работы. Дополнительно запланировано проведение экскурсий, прогулок и тематические акции. А что с 1 июня и где открывается? В социально-реабилитационных центрах и приютах с 1 июня в Ульяновской области открываются летние лагеря, где ребята будут заняты обучающими развлекательными мероприятиями в течение всего дня. Расскажите о работе горячих линий и про акцию «Дети не летают». В отделениях социальной защиты населения в день защиты детей будут рабочие горячие линии по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям и детьми. Перечень телефонов будет размещена на сайте министерства. Кроме того, во всех муниципальных образованиях запущены акции «Дети не летают». По вопросам безопасности летней занятости детей проведены совещания для специалистов органов опеки и попечительства детских домов и социально-реабилитационных центров. Специалистам указано на необходимость контролировать занятость детей в летний период, особенно детей, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. А про опекунские всеобучи? Специалисты органов опеки и попечительства проведут со всеми опекунами, приемными родителями, а также подопечными детьми опекунские всеобучи, разъяснительные мероприятия, инструктажи по обеспечению безопасности и вручат каждому соответствующие буклеты и памятки. Особое внимание акцентируется на таких вопросах, как правила поведения на воде, в лесу, в быту, правила противопожарной безопасности, дорожного движения, обеспечения безопасности при катании детей на роликах, самокатах, велосипедах и обеспечения личной безопасности детей. По итогам совещания в адрес глав муниципальных образований направлены рекомендации по проведению мероприятий по обеспечению безопасности детей в летний период. Вы слушали министра Анну Тверскову. Она рассказала про акцию «Помоги собраться в школу», которая начинает отсчеты именно сегодняшнего, первого дня лета, и о том, где и какие пройдут праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей. Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадио компании «Волга». Мы продолжаем тему Дня защиты детей. Это символично, что она отмечается в первый день лета, когда особенно младшие школьники, абсолютно свободные от уроков и занятий, полностью предоставлены сами себе. А вот здесь взрослым надо позаботиться о том, чтобы пока они на работе, дети без дела не слонялись по улицам. Праздник – один день, а каникулы длятся три месяца. Чем в этот день и все лето будут заняты наши дети? – слушай министра просвещения и воспитания Ирину Киселеву. Мероприятия будут проводиться во всех образовательных организациях, кроме того, в центрах психолого-педагогической, медико-социальной помощи и, конечно же, в детских оздоровительных лагерях. А что провели накануне, 27 мая? Уже в преддверии мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, 27 мая у нас было проведено большое мероприятие на базе Дворца и Творчества. Это фестиваль семейного творчества «Хобби-парк», в котором уже приняли участие рекордное количество семей, на наш взгляд, более 50 семей. Данное мероприятие является как раз стартом заявочной кампании на программы дополнительного образования 23-24 учебного года. А 31 мая какой был праздник? 31 мая мы на базе Дворца и Творчества проводим большой фестиваль «Храните детские сердца» для детей с ограниченными возможностями здоровья. И всего мероприятий 1 июня пройдет более 600 ярких тематических с охватом порядка 100 тысяч детей. Какие конкурсы пройдут для детей? Среди мероприятий наиболее популярные традиционные конкурсы, спортивные эстафеты, викторины, квесты. В отдельных организациях планируется выходы детей в учреждения культуры, парки, дома культуры и библиотеки. То есть мероприятия совместно с нашими коллегами, Министерством спорта и Министерством искусства и культурной политики. Расскажите о проекте «Лето во дворах». Начинает работать проект «Лето во дворах». В рамках проекта жители города ждут творческие обучающие и концертно-развлекательные мероприятия. Из 600 ярких тематических мероприятий мне хотелось бы несколько примеров привести. Например, в городе Ульяновске эта программа пройдет на базе Центра творчества детей и юношества имени Александра Матросова в парке Матросова. Программа начнется с 9 утра, называется она «Здравствуй, лето». Здесь и фестивали «Движение первых», и концертно-игровая, и спортивно-игровая программа, которая обеспечит занятость детей, начиная с дошкольного возраста до старших школьников. В многопрофильном лицее 11 города Ульяновска состоится фестиваль детских талантов «Зажги звезду», в котором примут участие около 400 детей. В средней школе 15 организован культурный поход в молодежный театр. Гимназия 44 продолжает традицию проведения концерта джазового ансамбля «Академик-бэнд». Здесь принимают участие и школьники, и родители, и педагоги. В Корсунском районе проводится этнографический фестиваль, в Меликесском – День здоровья на Олимпе, в детской и юношеской спортивной школе совместно с Федерацией кикбоксинга. Региональное отделение Росдетцентра, кураторы проекта «Навигаторы детства» также готовят свою программу. А в оздоровительных лагерях? В оздоровительных лагерях пройдет единая зарядка с участием мастера спорта по кикбоксингу, участник специальной военной операции на Украине, Кужаков Николай Зиновьевич. Что еще? Кроме того, будет работать межрегиональная онлайн-студия в эфире «Советник», приуроченная к Дню защиты детей. Региональным отделением российского движения детей и молодежи будут открыты 10 первичных отделений РДДМ на базе пяти школ, учреждений среднего образования и вузах. А декады? Конечно же, традиционно будут проведены декады правовой грамотности и правового консультирования. Вы слушали министра воспитания и просвещения Ирину Киселеву. Она рассказала о праздничных мероприятиях, которые прошли накануне, пройдут сегодня, в День защиты детей и о летней детской оздоровительной кампании. Два министра, Анна Тверского и Ирина Киселева, рассказали о начале лета и о том, чем в этот праздничный день и в первый месяц лета в июне будут заняты наши дети. И еще один собеседник – это Сергей Кучец, заместитель председателя правительства Ульяновской области, тоже будет говорить о детях. Он расскажет о новом проекте, который считает уместно сделать постоянным. Этот проект называется «Виртуальные путешествия», и его надо проводить в разных детских больницах, в которых иногда по очень долгу лежат больные дети. Виртуальные путешествия подразумевают наличие специального оборудования, и также нужны 3D-очки, так называемые VR-очки. Дети в больницах не будут чувствовать себя несчастными. Просмотр программ, связанных с природными красотами нашей страны – это важный воспитательный момент. Данный проект реализуется русским географическим обществом. Мы его несколько пересмотрели и эксплицировали, в том числе и к тем нашим юным жителям, к пациентам, которые по понятным причинам не смогут очно выехать за регион, либо очно ознакомиться с какими-либо достижениями культуры, либо природы. Но также хочу отметить, данный проект реализуется бесплатно по Пушкинской карте. Сама библиотека данного проекта включает более 120 единиц совершенно различного контента, который включает под собой не только географические, либо научные моменты, но и может применяться как в рамках патриотического воспитания, в рамках просвещения истории мировой и художественной культуры, а также развлекающие программы для детей дошкольного возраста и в том числе программы, касающиеся безопасности жизнедеятельности детей. Сам по себе проект представляет собой индивидуальные и коллективные VR-сеансы просмотра научно-популярного, развлекательного, просветительного контента. Он подразумевает собой охват зрителя и его полное погружение на 360 градусов, обеспечивающие эффект полного присутствия. То есть изображение следует за поворотом головы. Одновременно может быть охвачено до 30 зрителей, и данные визуальные эффекты не вызывают высокой степени дискомфорта либо проявления каких-либо негативных эффектов. А где уже применили этот проект? Мы данный проект применяли в травматологическом отделении Ульяновско-областной детской клинической больницы и стартовали в детском доме «Соловьиная роща». В детском доме «Соловьиная роща» это вызвало действительно у детей ярчайшие эмоции, то есть моменты погружения. И данная необычная подача контента, она очень сильно запоминается, очень хорошо вовлекает детей к восприятию материала. А вот отзывы мам юных пациентов. Сегодня вот в этом виртуальном мире, конечно же, забываешь, что находишься на лечении в больнице. Детям скучно, конечно, постоянно в палате лежать, а вот нам такую возможность предоставили увидеть города России и других стран живую, зоопарк. Когда бы все детей свозили так в зоопарк? Живу с ребенком в больнице, принесли эти три дачки. Я была очень впечатлена, настолько познавательный сюжет, настолько детям это нравится, настолько все выравнивает национальную сферу ребенка, повышает настроение. Вот даже на своем примере, мы лежим три дня, у меня у ребенка перелом в шейке бедра, три дня на мне ничего не кушал. Сейчас после этого фильма ребенок сразу поил. Я считаю, что вот это новшество, вот эти 3D-очки, однозначно нужно внедрять их в медицину, в детские школы, куда-то в садики, потому что польза очень огромная. Эффект психологической релаксации на лицо? В результате проведенной работы мы достигли подтверждения эффекта психологической релаксации и нормализации эмоционального фона не только у детей, но и взрослых родителей, которые, как вы понимаете, лежат с переломанными детьми, в большой степени нервничают. Также стимуляции навыков, концентрации внимания и абстрактного мышления. И также, что особенно оценят наши глубоко уважаемые педагоги, развитие укрепления процесса торможения, особенно у детей, страдающих синдром повышенной двигательной активности. Что вы предлагаете? Внедрение данного проекта в общеобразовательные программы Ульяновской области и дополнительное образование для детских домов, средних образовательных школ и учреждений СПО. Их можно реализовать как по Пушкинской карте для возрастных групп, и также путем поддержки грантовой заявки РГО для малышнего возраста. Также внедрение в психотерапевтические и релаксационные программы для участников и ветеранов боевых действий, также путем поддержки грантовой заявки РГО. И внедрение в психотерапевтические, релаксационные, реабилитационные программы для пациентов родильных домов, пациентов, перенесших острые нарушения мозговой кровообращения, а также длительно болеющих и палеотивных пациентов, как детского, так и взрослого возрастов. Что позволяет не только достичь психологического эффекта, но и длительно болеющим детям продолжить образование в высокоэффективной манере. А ВИАР-очки не опасны для детей? Есть подтвержденные рекомендации, есть подтвержденные исследования, что это всего лишь метод, и он под собой не несет какого-либо гиперстимулирующего сенсорного воздействия. То есть он вреда не несет, это уже доказано. Поэтому данный контент, кстати, который был представлен, он является лицензионным и одобренным Министерством просвещения Российской Федерации. Сергей Кучец, заместитель председателя правительства, рассказал о новом проекте «Виртуальные путешествия», который предлагает внедрять в детских больницах и детских домах. Пауэрлифтинг. Наталья Сальникова одержала победу на чемпионате Республики Беларусь по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в конце мая в Минске на базе Дворца водного спорта «Олимпийский». Ульяновская спортсменка стала лучшей в весовой категории 52 кг с результатом 397,5 кг, пресет 142,5 кг, жим 95 кг, тяга 160 кг. Футбол для девочек. Ульяновск станет участником спортивного фестиваля «Мы в игре. Лето». Футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето» в этом году объединит все федеральные округа России. Фестиваль будет проходить во время летних каникул с 1 июня по 27 августа по очереди в 32 городах России от Калининграда до Сахалина. Ульяновск станет одним из трех городов наряду с Барнаулом и Ярославлем, которые откроют фестиваль «Мы в игре. Лето 2023». Стать участницей фестиваля может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от спортивной подготовки и навыков игры с мячом. Главное – это желание играть в футбол. В Ульяновске фестиваль состоится 1 июня в 9 часов на стадионе «Локомотив». Это улица Гая, дом 15. Легкая атлетика. 1 июня сборная и команда Ульяновской области выезжает на чемпионат и первенство ПФО по легкой атлетике, который состоится в Чебоксарах. Впервые соревнования пройдут по пяти возрастным группам – 16, 18, 20, 23 года и чемпионат. Ульяновскую область представят спортсмены Центра спортивной подготовки – Алексей Юфимов, Александр Шуркунов, Руслан Халиулов, Артем Федотов, Ильфа Цадеев, Софья Провоторова, Олег Никитин, Никита Егоров и другие. Желаем успешных выступлений и побед! Дворец единоборств в Ульяновске. Его реконструкция завершена на 98%. Осталось закончить работы по обновлению фасада и докомплектовать залы спортивным оборудованием и инвентарем. Новый спорткомплекс будет включать в себя универсальный зал с трибунами для проведения соревнований, специализированный зал для единоборств, тренажерный зал, помещение для общефизической подготовки, детскую комнату, раздевалки с душевыми и административные помещения. Здесь будет вестись подготовка спортсменов, а также проводится соревнование различного уровня. Создание дворца единоборств позволит жителям нового микрорайона разных возрастов заниматься спортом рядом с домом. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Чей туфля? Все помнят эту фразу из кинофильма «Кавказская пленница». За шутку пять, по русскому языку – неут. Но не печальтесь, сейчас мы это исправим. Правильно, конечно, туфля. Коварная шутка, эти крылатые фразы, что-то сказанное с экрана и ушедшее в массы настолько сильно отпечатывается в памяти, что даже ошибка начинает казаться нормой. Так, например, было с фразой Карлсона «А мы тут, знаете ли, плюшками балуемся». Тогда, как орфоэпической нормой всегда был вариант «балуемся». Фраза героя Георгия Витсена из фильма «Кавказская пленница» «Чей туфля? Ой, мое спасибо!» Смешная история из той же серии. На самом деле, никакой туфли, конечно же, не существует. Ударение в этом слове ставится на первый слог, и вариативность не предполагается. Туфля, туфлями, о туфлях. Говорим только так и никак иначе. И да, в родительном падеже говорим «нет, туфель». Вариант туфлей – разговорный неологизм. В литературном языке такого слова «нет». Полезная химия для сада берем на заметку. Это марганцовка, борная кислота, соль, пищевая сода, кальцинированная сода и звездковое молоко. А теперь подробнее, что и для чего. Раствор марганца и медного купороса – эффективные средства борьбы с грибными болезнями на плодовых и ягодных культурах. Второе. Ранние весенние подкормка – малины, земляники, смородины и крыжовника – раствором того же марганца, теперь уже сборной кислотой, помогает значительно увеличить урожай, особенно если у вас песчаные почвы. Третье. Соль помогает бороться с вредителями и болезнями. Опрыскивайте крепким соляным раствором яблони и груши, правда, до распускания почек. И вы предотвратите развитие грибковых заболеваний. Четвертое. Пищевую соду применяют на виноградниках в период созревания ягод. Замечено, что это увеличивает их сахаристость и уменьшает поражаемость серой гнилью. Пятое. Кальцинированная сода. Она помогает в случае, если заметите массовое пожелтение и несвоевременное опадание листьев на смородине и крыжовнике. И шестое. Известковое молоко. Одно из самых универсальных средств. Оно уничтожает много вредителей, правда, только при непосредственном соприкосновении с ними. Продолжаем наш садово-огородный радиобюллетень. Несколько советов по уходу за цветами. Лилиями и розами. Как и чем подкормить лилии для пышного цветения. Если розы – это королева сада, то лилии – герцогини. И внимания требует не меньшего. Какие именно удобрения – органические или минеральные, и как правильно использовать, чтобы получить обильное цветение. Подкормка лилии при посадке. Если почвы, в которую предстоит сажать луковицы, отдохнувшие, плодородные, гумусные, то предпосадочное удобрение можно не вносить. В остальных случаях почву придется удобрять. Какое удобрение выбрать, зависит от предпочтений хозяина сада. Лилии любят органику. Исключение свежий навоз, который нельзя вносить. Норма внесения органических удобрений стандартная. 7-8 килограммов перегноя или созревшего компоста на 1 квадратный метр. Одновременно можно добавить и двойной суперфосфат. 100 граммов на 1 квадратный метр. Если есть древесная зола, это большая удача. Подкормка лилии весной. В это время лилии нуждаются в азоте, без которого им не удастся набрать достаточную для качественного цветения вегетативную массу. Первую весеннюю подкормку можно проводить еще по тающему снегу. Для этого по поверхности почвы разбрасывают аммиачную селитру или мочевину. 2 столовые ложки на 1 квадратный метр. Если участок имеет уклон, и талые воды большей частью с него сбегают, проводить такую подкормку бесполезно. Цветы подкармливают позже, когда земля чуть подсохнет. Годится сброженный коровяк или та же мочевина, но уже в виде раствора. 1 столовая ложка на ведро воды на 1 квадратный метр. Теперь про розы, королевы цветника. Почему у розы надо удалять дикие побеги? Садовые розы – это привитые культурные сорта наши помнят. Благодаря этому они становятся более морозоустойчивыми, и лучше растут. Но иногда подвой дает дикие побеги, которые могут перерасти в благородный сорт. У диких побегов обычно мелкие листья, а у культурной розы крупные листья. Число листьев у розы 5 листочков, у шиповника 7-9 листочков. У розы побег красноватый, темный, у шиповника бледно-зеленый. Такие побеги и надо вырезать у самого ствола или корня, иначе они отрастут вновь. Для этого у основания куста осторожно отгребите землю, обнажая корни, и срежьте дикий побег ножом. Не сделав этого или промедлив, вы потеряете этот сорт розы, потому что шиповник задушит розу. Всем удачи на даче! Программу «Утро нового дня» для вас провела Наталья Кузина. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут.